Где я? Что я тут делаю? Что за сгоревшее здание? Неужели это я таверну сжёг? Да вроде бы нет, хотя похоже. Здесь типа стоял таверна, то есть бармен, здесь была стойка, а это была кухня, и они мне наливали. Да нет, конечно. Добрый день. Мы продолжаем проходить Диван Девинтир с День Легенды. Мы находимся в сожжённом здании, чтобы не смущать никого, где это? Это вот здесь. Оно находится как раз аккурат за зданием городской стражи. Я подозреваю, это здание получается дом той девушки, которую оболгала гилья торговцев. Точнее, гильдия разобралась с семьёй девушки и сожгли их родовой дом. Мы, соответственно, выводили некоего... Как его звали-то? Нет, не Данте. Некого Малькольма, газначея гильдии, на чистую воду. Мы это сделали. Мы его вывели на чистую воду, и всё окей. Ну и я решил просто сюда заглянуть, посмотреть, что будет и как. Так что не волнуйтесь, что тут я делаю. Всё в порядке. Также, между частями, так сказать, я зачистил подземелье. Вот, катакомбы спустился, побродил там. К сожалению, катакомбы тоже очень большие, как и те, которые мы уже недавно посещали. И, соответственно, я так и думал, что там будет так же, но я лелею надежду, что я там что-то квестовое найду. Отчасти это так и есть, но отчасти нет. То есть, по факту, прямого никакого квеста там нет. Я тогда надеялся там найти гильдии убийц. Я нашёл там очень большое скопление ящеров. Обязательно вам покажу, как это выглядело. Ну и, собственно говоря, вот. То есть, подобные схватки были, особенно как только я туда спустился. Но не постоянно. То есть, ящеров там не так много было, чтобы, получается, каждый шаг был сплошной экшен. Соответственно, приходилось всё-таки мириться с тем, что нужно бегать и просто открывать тёмную территорию. Согласитесь, это не очень интересно. Да. Даже мне было не очень интересно. Я с трудом открыл всю катакомбу. Но не безрезультатно. Во-первых, там есть подъём в некоторые дома. Но там, так получается, закрытые решётки. Мы, соответственно, не имея навыков взлома, сделать, собственно говоря, ничего не можем. Вот. Помимо этого, там есть городской телепорт. На удивление, да, в подземелье есть телепорт. Вот. Я, конечно же, его отметил. Ну, нужно будет ещё, кстати, отметить телепорт, который находится здесь, в городе. А он тут есть. Уж что есть, то есть. Вот. Ну, и я там нашёл, как и говорил, какой-то побочный квест. Вот помните, когда мы зачищали, получается, проклятое аббатство? Мы там прочитали книжку. И у нас есть теперь квест о том, что нужно найти три предмета. Артефакт... Чтобы собрать артефактное оружие, скажем так. Это, если сравнивать со Скайримом, я там помню, книга вроде бы про то ли Красного Орла, то ли Красного Капитана. Там тоже какой-то... Ну, прочитав книжку, можно будет искать меч. Чтобы такое было, это я помню. Здесь похожая ситуация. Вот. То есть нам предстоит найти... Это именно эти три предмета. И сразу спешу отметить, что в этой части мы отправимся к эльфам. В резиденцию, то есть в шторм... Штормовой замок, Штормград, говорю уже, блин. Мы не отправимся. Дело в том, что я ещё пока не готов общаться с высокорожди, я как всё-таки варвар. Не пристало мне смотреть на, так сказать, этих вельмож. Так что вот. А по поводу квеста... Вот он. Карта сокровищ. Да-да-да. Я нашёл карту сокровищ. Может быть, это не вся карта. Может быть, это кусочек. Но карта есть. Сейчас её у меня со мной, конечно же, нет. Потому что я её выложил в сундук. Сундук находится в нашем доме. Кстати, я случайно, похоже, продал свой лук, с которым я ходил. Но я его не использую, соответственно, ничего страшного. Вот наш шлем. Давайте сразу инвентарь посмотрим. Вроде бы ничего не менялось. Хотя, как сказать, славный большой щит, который нужно в инвентарь убрать, это не наш щит. Это просто случайно наделось, когда я шмонал подземелье. Вот. Загадочный мордук. Он очень даже уже неплохой стал амулет. Если я его ещё прокачаю на единичку, я даже не знаю, что туда вставлять. Он и так даёт неплохие резисты. Хороший латекс. Хороший поясок. Неплохие чулки. Ну и кольца. Кстати, кольца меня тоже полностью устраивают. То есть сюда тоже можно ещё будет что-нибудь вставить. Даже пока, видите, не вставил. И здесь тоже, как бы, ещё одно отверстие. Очень даже удобно. По поводу кольчужных рукавичек, ну, вполне себе, возможно, заменим. И вот это тоже заменим. То есть если я буду менять аллатные поножи, я буду исходить из того, что мне нужно брать, ну, по защите то же самое, не меньше. Потому что всё-таки я хожу без щита и получаю весь урон, так сказать. Меня бьют. А я отвечаю им. И вот такая вот порука круговая. К слову, здесь тоже есть телепорт. Где-то вот в этой области. Я хочу сюда сходить, потому что здесь есть занимательный диалог. Ну, такой сварливый. Сразу поймёте, о чём идёт речь. Есть такие люди, которые любят покудахтать о том, о сём. Как раз мы это увидим сейчас с вами. Мы в любом случае с вами отправимся в, ну, на торговый ряд. Это недалеко от нашего дома. Нам с вами предстоит, ну, так сказать, продать некоторый предмет. Ну, или хотя бы, получается, скинуть лут в сундуки. Потому что у нас и так очень много всего. Наслаждаемся. Дома доносятся такие странные звуки. Да, а пару дней назад был такой ужасный крик, как вспомню, так вздрогну. Нет, никогда. Боги тому свидетели. Она живёт в том доме одна денёшенька. Без мужчин. Никто не приголубит. Никто не защитит. Но, говорят, мужчины-то у неё бывают. Из-за неё, говорят, у притона Афрокрохобора сплошные убытки. Ну, я слышала. Я в это не верю. Таких вещей не скроешь. Вереницу мужиков все бы увидели, что днём, что ночью. А ты у своего муженька расспроси. Я слышала, он зачастил в трактир Афро. И всё какую-то лезвию воспрашивает. Что? Ах, он барсук потнючий. Да я ему! Её каста не рой другим ямы. Зачем бросать камни в чужой огород, коли у самой рыльца в пушку? Ведь и ты не без греха. Говорят, ты шастаешь кафру к милашке Янусу. И явно не на чашечку чая. Ах ты, лживая свинья! Это неправда! Я вас оставлю. Надо сходить домой. Встретить мужа. Топор опять же наточить. Забавный диалог. Страшные здесь женщины, как вы видите. Не анимацией, а вот диалогами. То есть, что за коварство? Топор наточить. Встретить мужа. Топором, представляете? И порубить его нафиг. Горожанка, горожанка. Всё, они разбежались. Имена тоже забавные. Как там? А, Янус? Или Анус она его назвала? И вот это, Лесби. Да. Прикольно, конечно. Ну ладно. Не о том речь. Я ещё что заметил, что странная. Вот одна женщина здесь, которая говорила. У неё как-то подозрительно далеко торчали уши. Либо ей их вытянули, либо она не совсем человек. Скорее всего, что-то эльфийское. Так, здесь кошка замочила кролика. Спасибо тебе, котейку. А мы же здесь активируем телепорт. Кто там? Нимрас. Тут вокруг смертные растут добрые деревья. Ты слышишь разговор? Слышишь? Представь себе, слышу. Они жалуются на то, что эльфы их вечно подслушивают. Очень смешная шутка. Да, это так. Вообще, прямо Петросян. Вот такой мини-парк. Карту можно убрать. Наслаждаемся. Вот. И вот в этой парковой области, на траве, на газончике, на вытоптанном, располагается телепорт. Эльфенок. Малыш, значит. Звезда сияла нашу встречу. До меня доносили слухи о твоей доброте и щедрости, о человек. Нет ли в тебе эльфийской крови? Здравствуй, эльфенок. Что нового расскажешь? Увы, в последнее время ничего не слышно. Благодарю за уделенное мне время. Дай-ка мне воспользоваться телепортом. Музыка прикольная, кстати. Медивил какой-то играет. Вот, подземелье. А мы же с вами отправляемся. Нам нужно к гильдии лучников отправляться, кстати. В разоренную деревню я не хочу. Пойдем в казармы? Нет. Я же хотел вам карту показать. Прошу прощения. Хотя у меня же есть вот эта вот такая вот великая вещь, которая нас отправляет куда-то. Дело в том, что карта у меня здесь. Но это предметы на продажу. Кстати, классный топор я нашел. Называется Вулкан. Я, скорее всего, продавать не буду. Но с моим топором он не сравним. Мой круч. Сами сравнить. Видите? И урона побольше. 70 на 120. И всяких скиллов побольше. Правда, этот бьет морозом. Странное название. Вулкан. А бьет холодом. Это, мне кажется, неправильно. Так. Мясо я оставлю. Щиток я выложу. Много весит просто, понимаете? Из оружия лук. Это не мой лук. Да и не важно. В принципе, буду пользоваться тем, что у меня есть. А именно топором. Буду, буду, буду бить. Буду всех рубить. Так. Рубины я тоже выложу. Что мне, незачем. Как можно носить с собой такое у нас? Так, 7000 золота. Так, сундук закрываем. Поспим. Так, конечно же, я проснулся ночью. Только я так умею делать. И вот наш сундук. Ну вот, видите, у нас уже по 50 тысяч три кучки. Это, ну, чем это не напоминает, как Диабло 1. Там так же было. Хотя и не только в Диабло такое. Но, тем не менее, как мы видим, вот. И, так, ну, во-первых, у нас есть статуэтки. Это вы знаете все. Так, давайте выпьем. Какая пенная кружечка. Вы смотрите, какая пенка. Сейчас мы ее сдуем. И отлично. И зажуем. Намечательно. Так, вот. Кауто сокровищ. Где скрипят деревянные зубы и правит мелкий народец. Короче, где-то в горах есть тайное место. Нам туда. Так. Конечно, это не информативно, нифига. Давайте так сделаем. А, я тут тоже ничего не вижу. Тогда обратимся к тебе. Совет семи раз. Либо это там, либо где-то вот здесь. В гномских чертогах, к примеру. Короче, в каком-то выступе должно быть что-то. Нужно будет поискать, если что. Короче, мы над этим на досуге подумаем. Пока же карту оставим здесь, в нашем большом сундуке. Брать, собственно, с собой сундук я пока не планирую. Уходим в ночь. Все. Нам с вами предстоит отправиться сначала к казарме, а потом мы отправимся к эльфам. Потому что гильдия лучников здесь это почему-то эльфы. Хотя, это такое людское название, скажу я вам. Гильдия лучников. Слушайтесь в названии. у эльфов бы как-то по-другому мне кажется называлось. Ну да ладно. Им видней. Так, давайте-ка проложим путь. Собственно, можно идти по дорожке. Ну да, точно. Идем по дорожке, выложенной желтым кирпичом. Хватит бегать. И слушаем ночь. ночь и тишина данная навек. Да. Город, которого нет. Во. Диджей подал музыку. Кстати, прочность 8, 19. Не, пока все терпит нормально. Кролик. Идем мы правильно куда-то вниз. Это мы помните здесь зачищали получается весь этот лагерь от нападающих на нас. умалишенных. Было весело. О! Стрелы лежат. что-то здесь пауков много я смотрю развелось. А, я тут находил вроде как пещеру. Эльфийский телепорт и вход в пещеру. Давайте посетим эти два места. Во-первых, эльфийский телепорт хотя бы увидите как он выглядит. Чтобы прыгнуть через этот телепорт надо достать эльфийский свиток. Отлично. Так, и давайте сходим в пещеру. Я ее тогда не зачистил, потому что подумал, что имеет смысл оставить на потом. А сейчас я думаю как раз можем спуститься. То, что здесь очень много паутин, это как бы намекает. Ну, как я и говорил. Да. Явно мне пещера не по уровню. какие-то они здесь все слабые. Так. А, выродок. Это противный негодяй. Кстати, я вижу какой-то свиток. Ух ты! Слушайте, я классно зашел. Карта сокровищ. Отлично. Это прямо как я не знаю. Помните в готике там тоже получается вас пират. Ну, это там как ночь ворона что ли. Нич ворон райвен там по-немецки. Но неважно. Тоже по карте нужно было искать места, копать и потом отдавать все этому Генри или Георгу. Я уже забыл, как его звали. Грегорли. Найденные штучки там. Кошельки с золотом. потиры и всякую фигню. Ну, что ж, зашли мы сюда очень даже продуктивно. На границе дома древних и хребта мира. Но точно где-то у эльфов что-то там надо, короче, взять. А может быть это другая даже карта. Понимаете? То есть может быть тут двое сокровищ можно будет найти. Классно. Мне нравится. Неплохо я зашел. Уходим. 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 Потом будем разбираться что куда и как. Пока что мне это ничего не говорит. Ну и возвращаемся обратно на дорогу. Так, зелье можно убрать. Давайте подключимся. Теперь нам легче. Хотя можно было наверное мясо зажевать. У меня же есть. Два куска. Точно. Зря только ману потратил. Ну да ладно. С кем не бывает. Что тут? Тролль. Так, так, так. Куда это я пришел? Что-то на подобе стрельбище похоже или это типа пыточной камеры где пытают. А нет, вон эльфийка. Ух ты. Слушайте, прикольно выглядит. Надо подойти поближе понаблюдать. А я человек с топором. Слышь, ты там стрелы не мечи? Это моя жертва. Это мой опыт. вот так вот просто и не замысловато мы убиваем. Все. Ну давайте здесь зачистим. Тут в принципе территория маленькая, как мы видим. Все и так уже вскрыто. Это мы идем вдоль карты. нужно еще сюда заглянуть. Этот пролесок. Что тут у нас может быть? Радар вроде бы молчит. Либо монстрюки куда-то сбежали, либо тут вообще ничего не должно быть. Ну да ладно. Самое главное мы посмотрели, что тут прячется. Можно было конечно воспользоваться нашим зрением магическим, но мне интересно, потому что это на время и не показывает тех, кто на карте находится. Показывает только территорию. О, золото. Да, я не забываю его собирать. Куда это я пришел? Ну судя по двери, это что-то не человеческое. Дебил. Знаю. Осторожно тролли. Спасибо. Прикольный кстати вон статуя. вот здесь вот на крыше. Как такое ощущение, что по крыше ходить можно кстати. Хотя скорее всего нет. Все это обман. И навед. Ну да ладно. Нет, пока рано. Я хочу тут посмотреть что еще есть. О! Еще! Мне нужна больше жертв. мой топор жаждет крови. Что случилось? На помощь. Что случилось, дружок? Плохие дяни забрались к нам в дом. Они побили маму и папу и заперли в спальне. Я убежал оттуда и прибежал сюда. Расскажи поподробнее, что случилось? В дом можно попасть незаметно? Да, можно. Я выбежал через заднюю дверь, которая ведет в кухню и запер ее за собой. Только вот ключ потерялся по дороге. Если вы найдете его, то сможете выйти так, как я выбрался. Ага, я попробую застать грабителей врасплох. Спальня тоже заперта. Глава страшных дядей забрал этот ключ. Я не знаю, где ключ к задней двери в спальню. все ясно. Ты, дружок, иди-ка в дом гильдии и жди меня там. Я попробую выручить твоих маму и папу. Это какой-то побочный квест. И, кстати, все монстры разбежались. Терпеть не могу, когда так происходит. Жертвы, иди сюда. Отлично. Нужно больше жертв. Я где-то видел троллу лож лялась. наверно наверх ушел. Троллу лоооо. Троллу лооо. Трололу лооо. Трололу лоа. О! А когда-то король троллей для нас был серьезной дилеммой, которую нельзя было разделить на двое. Теперь же мы спокойно это делаем. Где этот сорванец потерял ключ? Я так понимаю, если я пойду через парадную дверь, будет что-то нехорошее. Кстати, до меня только сейчас дошло. Тролли, это что-то наподобие ходячей копилки. Объясняю. Они, когда разваливаются, они превращаются в камень. Из них высыпается золото. А копилка, куда вот... Ну, типа, знаете, свинья-копилка. Вы тоже монетки засовываете, потом разбиваете. И из них, получается, из этих свиней-копилок выпадают монетки. Тут та же самая аналогия. То есть, ходячая свинья-копилка, которая еще в вас какашками кидается, с дубиной еще нападает. И... Разбив ее, мы забираем ее золотом. Разбойник на троллей. Окей. Я запомню, что здесь такие ходят. Нехорошие ребята. Так, тут мы уже были. Ведь были, да? Да. Еще один тролль. Почему-то охотник на троллей мне почему-то напоминает охотника на драконов. Из другой игры. Ну, сами знаете, какой. О, ключ. Сопляк. Недалеко его выкидал. Мясо. Мясо. О! Зелье. Прикольно. Можно, конечно, с зельем сейчас шарануться, чтобы сильнее бить. Но, в принципе, у нас и так урон неплохой. Так. Ну ладно, зачистим здесь все, чтобы точно уже не возвращаться. Стоп, 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 стоп. Это мое. Кстати, чуть не пробежал книгу. Что за книга? Как сделать невидимые чернила? Очень забавно. Зараза. Как-как. Берете, короче, этот, как его, сок. Вроде бы лимонный. Набираете в ручку. Или, короче, перо туда макаете и царапаете. А потом на свете... То есть, свечой, главное, не сжечь. Подогреваете все это действие. И оно у вас процветает. Соответственно, все. Невидимые чернила готовы. Ну ладно. У нас с вами дело. Мы сейчас будем пытаться... Крукнуть их быстро! Ну, не понравилось. Я даже мясо зажую. И он хотел моей смерти. Наденем шлем. Что-то тут как-то уже жарковато становится. А в шлеме как бы попроще живется. Можно, кстати, еще принять зелье эссенции теней. Дабы нас видно было хуже. И попытаемся. Короче. Эта дверь заперта крепче, чем сундук с гномскими пожитками. Ясно. Сюда не попасть. Окей? Да. Ладно. Болированная, изящная сковорда. Брать я ничего не буду. И, кстати, зелье тени на меня не подействовало. Как быстро мясо крутится. Хороший гриль. Мне нравится. Так. Ну что, пытаемся открыть дверку. Кто ты? Ты же не разбойник? Так ведь? Ты не с ними? Да нет. Я пришел спасти вас. Скара, бегите. Нет. Давайте лучше это выберем. Я пришел спасти вас и наказать разбойников. Посоветуй, как застать их врасплох. Когда пришли разбойники, мой сын был на кухне, чтобы задержать бандитов. Я запер дверь между гостиной и кухней. Ключ от двери лежит на столе. Он может тебе пригодиться. Но заклинаю тебя, не лезь на рожон. Эти люди не остановятся перед убийством. Благодарю. Так. Я там видел, где-то тролль ходит. Не напаритесь на него случайно. Ну же. Один момент. Тролла-ло. Отлично. Итак. Манускрипт. Пропала собака. Имя дружок. Характер добрый. Много блох. Нашедшим и просьба. Обойдитесь с ним ласково. Любит охотиться на скелетов. Очень не любит некромантов и розорителей могил. Пожалуйста, приведите его домой. Это ребенок по-любому написал. Ладно, давайте возьмем. Мне понравилось. Хотя нет, не буду брать. Вот что у нас. Закрыто. Вот дерьмо. Действительно. Вот дерьмо. Ладно, книжка. Темные зимы. История о гномской леворадикальной подпольной финансистке. Финансовую пирамиду, которой разоблачили, а ее саму пытали и в конце концов обезглавили. В книге указано, что последние слова бедной женщины были таковы. Во времена кризиса главное не потерять голову. Как это пророчески. Так. Читаем на паузе. Не хочу читать. Я уже вроде бы читал это. Так что не буду. Новые соляреты. Броня 200. Что? Прикольно. Они даже прочнее моих будут. Ну ладно, брать не буду. Давайте-ка мы... Перепутал. Отлично. Эта дверь заперта крепче, чем сундук с гномскими пожитками. Да, е-мое. В чем дело? Почему я не могу подойти к двери? Что-то, короче, там мешает. Ладно. Плевать, пойду через главный вход. Я никого не боюсь. Time to die. Кто здесь? Ты оказался неудачное время в неудачном месте. Что? Иди сюда. Кто еще? Вот и все. Были и не стало. Собираем. Так, сапфировай ключ. Не знаю, от чего он. Тут очень много всего, кстати. Я думаю, они не будут против, если у них возьму полировку. Провоточное копьецом. И немножко почищу. Куда тебя понесло? Почищу их апартаменты. Все-таки я спас их. А-а-а. Ясно. Это не тот шкаф, который я хотел потрогать. Да, бывает. Непонятно, конечно, картинка. Но что-то в ней есть. Что тут у нас? Запертый шкафчик. Конечно, мы его откроем. Ха! Да е-мое! Перестань! Отлично. Выпьем немного. Так, ну и давайте взломаем вот эту дверь. Я думаю, да перестань ты так делать. Ну что ты... Короче, что-то тут не так. Отлично! Он не хочет нормально управляться. Я думаю, сейчас сундук я смогу открыть? Да. Точно. Пятьсот золота. Не бескорыстен я, как всегда. И у нас даже вроде бы ключи остались лишние. Да. Я не знаю, от чего он. Ну ладно, пусть будет. Вполне возможно, от двери на кухню. Но мы туда попасть с вами не смогли. Что ж. На данный момент, мне кажется, здесь все, что можно, мы сделали. Остался только вот именно штормовой замок. Ну и вот, мы заходим к эльфам в гости. Понаблюдаем эльфийскую расу. Тимка, Пенни и Эрни. Спасибо, что спасли маму и папу, добрый господин. Да, мой золотой. Добро всегда побеждает. Не забывай об этом. Что скажешь ты? Спасибо тебе. Ты спас нас, парень. Ты настоящий герой. Да, я герой. Спасибо. Ух ты, нифига себе. Я хочу отблагодарить тебя. Бери, что хочешь из сундука в спальне. Только вот сундук заперт на ключ, который лежит в шкафу. А ключ из шкафа уговоря разбойников. Вот такие дела. Ну спасибо, милзарь. Удачи тебе. Я как бы это уже сделал. Вот так вот. Ну что ж. Неплохой такой мы получили опыт. Вон, я опять скоро уровень подниму. Ну, сейчас шикарно. Так. А это владыка эльфов Эльредор. Саньяшалла. Саньяшалла, Телор. Добро пожаловать в гильдию лучников. Рад встрече. Саньяшалла. Телор сказал, что я могу просить у вас свиток пробуждения, чтобы открыть эльфийский телепорт. Да, все так, Телор. Телор. А вы можете? Эльфа с бородой. Эльфа с бородой. Телор. 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 Эмм, конопля и стрела Нормально, мне нравится Вы ничего не подумаете, конечно, но тем не менее, это забавно Путеводитель Четкое планирование, безопасное и быстрое путешествие Книга, потрепанная, к тому же сильно устарела В ней описываются путешествия в те времена, когда народы жили в согласии На дорогах было спокойно, а телепорты использовались простыми жителями Ривелана Подумать только, как сильно и не в лучшую сторону изменился мир за каких-нибудь 200 лет Вот жизнь Ну да, для долгожителей 200 лет, это как для нас с вами Час прошел, короче, и все Так, запертые шкафы Конечно, мы не будем их трогать Я просто изучаю местность Кстати, эльфенок напоминает Питер Пеннам До того вроде бы тоже уши были заостренные немножко А вот эльфийская следопытка мне нравится Звезда, я сияла нашу встречу, да меня донесли слухи о твоей доброте и щедрости, человече Нет ли в тебе эльфийской крови? Здравствуй, милая эльфийка, как новости? Некоторые эльфы хотят отступить вглубь темного леса Люди и орки уже ввязались в войну, а война эльфов с гномами — лишь вопрос времени Мы не любим воевать, человек Если бы у нас был выбор, мы бы покинули Ривилу и вернулись к сородичам непроходимой леса Спасибо за информацию, всего доброго Так, какой-то люк Конечно же спустимся Ну как без этого? Так Так Умелый следопыт Мы с тобой тут одни А тут так холодно А ты в таком интересном платье с таким вырезом Ладно, интересно Стрельбище Или может быть здесь расстреливают пленных, не знаю Такое место казематное Ладно, уходим Давайте еще зайдем на двор Тут тоже, мне кажется, интересно Опять эльфийка и опять мишени К сожалению, по ним стрелять нельзя А было бы прикольно, кстати, такой интерактивчик небольшой Ну что ж Здесь, я думаю, пока стоит видео окончить То есть вот эту часть территории А хотя нет, мы еще не все сделали Давайте-ка мы активируем эльфийский телепорт И там видео окончим Потому что, в принципе, на этой, получается, части карты Мы сделали все, что могли Мы выполнили все квесты Ну, по кроме Похода в штормовой замок Ну и возможные квесты, которые там дадут Но я хочу туда прийти тогда, когда я буду уже точно готов Так сказать, к обороне, к бою и ко всему остальному Вот А в следующей части Мы с вами отправимся в темный лес Я думаю, там будет интересно Тем более, как вы помните В... как это называется, град-то? Виридист Вольный град Виридист Там торговец был Такой, у которого вообще повозку сожгли Не нашими руками Он рассказывал, что в темном лесу Есть определенные заинтересующие нас развалины Какого-то, получается, кладбища Где захоронен великий эльфийский То ли герой, то ли предводитель А может быть и то и другое одновременно Соответственно, мы будем заниматься Осквернением могил, я думаю Ну, для нас, как для человека Это, конечно же, не так Это в глазах эльфов мы будем выглядеть святотатцем А мы же, ну, просто человек Который занимается историей Пытается найти ценные предметы Артефакты давно минувших дней Вот как-то так Но это будет точно в следующей части Здесь пока все Спасибо за просмотр Всего доброго Так, где-то у тебя, уважаемый, яблоко я видел Ага, вот Спасибо за просмотр